Как пишется слово из-под тишка по буквам? Как пишется... ну... незаметно. Всех приветствую! Это очередной выпуск Quiz Show. С вами я, Сергей. Сегодня будут школьные вопросы по русскому языку. Смотрим! Тот, кто ненавидит людей. Кто ненавидит людей. Как его называют? Я не знаю. Есть слово. Материться можно? Нет. Сложный вопрос. На М. Материться нельзя? Нет. Ты ненавидишь людей? Я люблю людей. Выбишь? Да. Псих? Ненормальный? Нет. Материться можно? Да. Такой вариант уже, кстати, был. Ну и да. Ну и кто еще может ненавидеть людей? Путин? Путин. Ми. Миза. Мизантротик. 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 Президент? Нет. Социофоб? Нет. Интроверт? Вот есть тот, кто любит людей. Его называют филантроп. Филантроп? А кто не любит? Мизантроп? Мизантроп, да. Интроверт. Нет, тот, кто не любит общаться с людьми. Именно ненавидит людей? Да. Прям ненавидит. Мизандроп? Вот, правильно. Повелительное наклонение глагола ехать. Поехай? Да. Поедь. Не поехай, не поедь. Другое. Езжай. Как? Езжай. Езжай – это разговорный вариант, а есть норма. Там еще приставку добавить. Приставку. Приехать? Нет. Едешь? Ехать? Езжай. Почти. Вот, прям. Ехай? Нет, вот езжай, только. Это с приставочкой. Начинается, ну, приставка, какие приставки знаешь? Не знаю, а, ну, сони, 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 пристэшн, дэнди. Так, окей. Ехать, повелительное наклонение глагола. Ты что делай? Я что сделай? Поеду. Куда поедешь? Ехать. Типа, спать, поспи. Ну, поеду. Ехать, что сделай? Поехать. Нет, что сделай. А, что сделай? Поедь. Нет. Повелительное? Да. Езжай. Это... Поезжай. Правильно, это разговорный вариант, а есть прям литература. Едь. Езжай, но там приставка еще. Поезжай. Вот, поезжай. Все, да, да, да. Как пишется слово из-под тяжка по буквам? Из-под-тяж-ка. И-с-п-о-д-т-я-ж-к-а. Начало было правильно. Из-под. Из-под-тяж-ка. Ти-тиш-ка, да? Нет. Да? Из-под-тяж-ка. Из-под-тяж-ка. Как пишется слово из-под тяжка по буквам? Как пишется... Незаметно. Из-за... Из-за... А, сначала, ну, типа, по буквам? Ну, по буквам. Можешь через... И-эс-п-о-д-т-и-ш-к-а. От души. Вот прям первый, кто ответил правильно. Молодец. Да. Как называют неродного сына? Сводный. Приемный. Приемный, а еще... Усыновленный. Интересный вопрос. Как моего сына зовут? Ой, называю я. У тебя есть сын? Нет. Вот есть неродная дочь патчерица, а есть неродной сын. Похожий тоже. Я за... Ну, честно, я не помню. Не знаю, что ли. Усыновленный, короче, у вас? Нет. По... Не скажу. Я максимально тупой. Да, нормально. Как называют неродного сына? Неродного сына? Пасынок. Правильно. Пасынок? Блин, он гений. Молодец. Множественное число слова дно. Дно? Днище? Днище. Днище. Дно? Множественное число. Дно, не знаю. Вопрос сложный, сделаю подсказку, так обращается к женщинам в Испании. Очень похоже. Ну, такое же слово. Я же знаю, Испанию. То есть, что-то там Мария. У меня девушка Мария. Врежливое обращение. Не знаю. Мель. Мель? Почему? Ну, дно, как на озере. Он еще по-другому. Мель там, не знаю. Дно? Нет. Ну, дно, в смысле, там реки, море. Вдруг подсказывает днище. Правильно? Нет. Днище – это уровень моих знаний по-русскому. Так, дно. Дно. Есть Дон Кихот, да? Да. Он мужик. А если женщина? Доня? Доня. Доны. Доны? Нет. Доньи. Одна. Донья. Донья. Да. Это может значить слово «дно». Серьезно? Все. Все? Да. Всем спасибо. Крутые вопросы. Я ни хрена не знаю. Вы убедились. Так, ну, зато я ухожу. Каналу желаю успехов, процветания. Очень интересные темы. Действительно, мало кто хорошо знает русский язык, тем более наша молодежь. Нужно развиваться, я считаю. После этого видео, я считаю, что мне тоже надо подразвиться. Сделай репост, оставь комментарий для продвижения и, конечно, не забудь подписаться на канал. Впереди нас ждет много новых идей и съемок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok